Книга «Открытым оком». Вопрос 3081, том 16. Тема «Коммунизм». Если коммунистические режимы принесли неизмеримо большие страдания человечеству, чем даже фашизм, то почему же не было это человеконенавистническое учение осуждено вместе с его вождями-людоедами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Многое сделано по злому умыслу масонов и иных служителей дьявола. И они же сегодня во всех судах европейских и мировых. Так кто и кого должен осуждать? Вопиющая несправедливость, и особенно в судах, говорит Иван Златоуст. И говорит более всего в пользу того, что будет страшный суд Божий. Если справедливость есть основное качество Бога, а здесь на земле этого не достигнуто, то значит где-то не здесь оно будет. И таким местом будет суд Божий, последний и страшный. Фашизм был осужден на Нюнбергском процессе. Потребовалось 60 долгих лет, чтобы заговорили о коммунофашизме. Есть предпосылки, что и коммунизм будет официально осужден. 1. Резолюция по осе необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. Резолюция 1481-2006. 1. Ассамблея Европейского парламента ссылается на свою резолюцию 1996-1996 о мерах по ликвидации населения бывших коммунистических тоталитарных систем. 2. Тоталитарные коммунистические режимы, которые правили в Центральной и Восточной Европе в прошлом веке, и которые все еще находятся у власти в некоторых странах. Все без исключения характеризуются массовыми нарушениями прав человека. Эти нарушения различаются в зависимости от культуры, страны и исторического периода. Они включают отдельные и коллективные убийства, казни, гибель в концентрационных лагерях, голод, депортации, пытки, рабский труд и другие формы массового физического террора, преследования на этнической и религиозной основе, нарушения свободы совести, свободы мысли и самовыражения, свободы прессы, а также отсутствие политического плюрализма. 3. Оправдательным поводом для совершения преступлений являлась теория классовой борьбы и принцип диктатуры пролетариата. Интерпретация обоих принципов узаконила ликвидацию людей, которые считались вредными для строительства нового общества, по существу врагами тоталитарных коммунистических режимов. В странах с коммунистическим режимом было уничтожено громадное число людей собственной национальности. Особенно это касается народов бывшего Советского Союза, которые намного превосходили другие народы в показателях числа жертв. 4. Ассамблея признает, что несмотря на преступления тоталитарных коммунистических режимов, некоторые европейские коммунистические партии внесли вклад в достижение демократии. 5. Падение тоталитарных коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе не повлекло за собой международного расследования преступлений, совершенных этими режимами. Кроме того, авторы этих преступлений не были привлечены к ответственности международным сообществам, как это было в случае с ужасающими преступлениями, совершенными во имя национал-социализма. 6. В результате общественность мало осведомлена о преступлениях, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами. Коммунистические партии активны и существуют на законных основаниях в некоторых странах, даже если они не отделили себя от преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами в прошлое. 7. Ассамблея убеждена, что осознание истории является одной из предпосылок того, чтобы избежать подобных преступлений в будущем. 8. Более того, моральная оценка и осуждение совершенных преступлений играют важную роль в воспитании молодого поколения. 9. Четкая позиция международной общественности на события, происшедшие в прошлом, имеет непосредственную связь с тем, как будут разворачиваться события в будущем. 9. Кроме того, ассамблея полагает, что жертвы преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами, которые все еще живы, или их семьи заслуживают сочувствия, понимания и официального признания за принесенные ими страдания. 9. Тоталитарные коммунистические режимы все еще активны в некоторых странах. 10. И преступления продолжают иметь место. Понятие национальной интересы не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных коммунистических режимов. 10. Ты считаешь страну, а тут написано страны? 11. Страны, которые... Понятие национальной интересы не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных... Да, еще раз, простите. Понятие национальной интересы не должно предотвратить страны от адекватной критики, существующих в настоящее время тоталитарных коммунистических режимов. Ассамблея решительно осуждает все нарушения прав человека. Десятое. Дебаты и осуждения, которые... На данный момент прошли на национальном уровне в некоторых государствах членов Совета Европы, не могут освободить международную общественность от обязательства занять четкую позицию по отношению к преступлениям, совершенным тоталитарными коммунистическими режимами. Моральный долг международной общественности осудить эти преступления без какого-либо дальнейшего промедления. Одиннадцатое. Совет Европы отлично подходит для проведения подобных дебатов на международном уровне. Все бывшие европейские коммунистические страны, за исключением Белоруссии, являются в настоящее время членами Совета Европы, а защита прав человека с правовой нормой являются основными ценностями, за которые выступает Совет Европы. Поэтому парламентская ассамблея решительно осуждает массовые нарушения прав человека, совершенные тоталитарными коммунистическими режимами и выражает сочувствие, понимание и официальное признание жертвам преступлений. 13. К тому же она обращается ко всем коммунистическим или посткоммунистическим партиям во всех странах, членах, которые до сих пор не сделали этого. 14. Пересмотреть историю коммунизма и свое собственное прошлое, четко отделить себя от преступлений, совершенных тоталитарными коммунистическими режимами и недвусмысленно осудить их. 14. Ассамблея полагает, что такая четкая позиция международной общественности подготовит почву для дальнейшего примирения. 15. К тому же надо надеяться, что это воодушевит историков во всем мире продолжить исследования, направленные на выявление и объективное подтверждение того, что имело место. 26. Исказал я сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд, над всяким делом там. 27. Экклесиаст 8.11. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. 28. Римлянам 2.16. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. 29. Экклесиаст 12.14. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 29. Там на горе о Моисее спор, вернее о его святых останках, сам дьявол, изначальный прокурор, прет на архангела с увесистой осанкой. 30. Чего хотел дениться сын Зари? Какие планы строил и предвидел? 31. И ты, сын человеческий, не просто зри, какой бы вышел в будущем из Моисея идол. 31. Попытка вылепить из глин, из гнили и мощей предмет, как мумию ушедших фараонов. 32. Нет доказательств, даже труп тот чей, под благовестие мина и часть мощей в патроны. 33. Быть может, поклонение мощам, ковчегам и нетленным в тленных сказках есть главная причина, что зачах расток евангельского слова под соблазном. 34. Неведомо ни нам, ни иудеям могила кости древнего пророка, иначе бы из Пскова, Киева, Дивеева просили от мощей пылинку или крошку. 35. Что ищите живого среди мертвых? Такой бы лозунг всюду учредить. 36. Пусть тени в измерении четвертом покоятся до времени, их слава впереди. 36. И ни при чем тут чудо с Елисеем, прикосновение к ващам кого-то воскресило. 37. Замкнулись на мощах, и проповедь Несеем, неверье в мертвецах, восславила бессирие. 38. Безбожники устроили шатер над прахом величайшего бандита. 39. Вселенский изверг, всероссийский вор, сыграл под вилла и лежит в корыте. 40. А нужно бы все мощи схоронить. По приговору, прах и в прах ты возвратишься. 40. Архангел вострубит. Все воскресятся в миг и вознесутся, кто рожден был свыше. 31 марта 2006 год. Игнатий Лапкин. 31 марта 2006 год. Игнатий Лапкин. Игнатий лапкин. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...